Друзья, скажем слава нашему Господу. Великий праздник. Родился Христос. Бог явился во плоти. Это событие, оно разделило, да, как сегодня Толя говорил, до нашей эры и наша эра началась. Слава нашему Господу. Друзья, я там размышлял, да, уже смотрю, и время поджимает, о чем говорить, но я хочу только одну мысль, я не знаю, как это образно сказать, соли немножко посыпать, благодать должна быть приправлена солью, да, о чем-то таком серьезном сказать, и только вот я одну мысль хочу оттенить. Друзья, сегодня Толя уже читал это место священного писания в начале, Лука, мы все хорошо знаем, да, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Слава Богу, великая радость. Написано в Священном Писании, Иоанна 8 глава, 56 стихом, даже Авраам там возрадовался, наверное, на Лоне на своем, да, Авраамовом, даже он возрадовался, увидел, да, и возрадовался, слава нашему Господу. Друзья, чему возрадовался? Сам Бог решил заняться нашим спасением, явился Спаситель. Бог видит, да, что в этой кромешной тьме, да, кромешной тьме этого мира, как было перед потопом, как было там в Содоме и Гаморе и так далее, да, и как в наше время мы видим, что, в общем-то, ничего сильно-то не изменилось, а еще более технологии только усовершенствовались. Друзья, и вот в этой кромешную тьму пришел сам Бог. Для чего? Чтобы нас с вами спасти. Слава нашему Господу! Это действительно великая радость, которую переоценить просто невозможно. Но радость-то она радость. А давайте мы сейчас на эту радость посмотрим глазами Иисуса Христа. Я читаю о Рождестве, но немножко так, с другой стороны. Я читаю 2 Филиппийцам 6 стиха. Вот эту вот соль хочу посыпать, да, на эту благую весть. Написано, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Почему он, Христос, не почитал хищением быть равным Богу? Потому что он был Бог, поэтому он и не почитал это хищением. 7 стих. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Слава Богу! Вот это Рождество! Но для Христа это, как написано, он уничижил себя, да, написано. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Кто есть Богу, вот эта вот великая радость, которая для нас глазами Христа, Сына Человеческого, который Бог пришел во плоти, это был, вы представляете, Бог сущий в недре отчим, бесконечный, безначальный, сущий, вообще всегда все через него начало быть. Он ограничивает себя настолько, что становится человеком. Слава Господу! Это его подвиг, это его смирение, это его согласие, он добровольно пошел на это. Но это только начало Рождества. Рождество это только начало. Знаете, мы вот цикл начинаем, да, рождественские праздники, потом на что идет? Пасхальные праздники. Это радость, но перед тем, как радость, нужно было Христу умереть на кресте, вот я, да, цикл. И потом уже излияние Духа Святого. Все, Христос там уже, в вечной славе. Опять радость, да? И смотрите, что дальше происходит после этого события для Христа не очень такого радостного. Восьмой стих. Дальше путь начинается. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья, а потом идет смирение, а потом идет послушание, а потом идут какие-то годы, какая-то жизнь, какая-то борьба, которая кончается на смерти крестной, на Голговском кресте в мучениях. И девятый стих. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Слава Богу! Да, девятый, десятый стих. Великая радость для Христа. Он совершил, он пошел к Отцу, он находится там, Одесную, да, его. И смотрите, но, друзья, но вот этот момент, его рождение, потом вот этот его путь, да, это глазами Христа, если смотреть, не совсем-то радостное такое событие, да? Это борьба, это слезы, это боль, это смерть на Голговском кресте. Слава Иисусу Христу, друзья! Но для нас тут кожа тоже кое-что написано. Я зачитаю это место. Из этого же, да, написано пятый стих. Я зачитаю пятый стих и двенадцатый, и тринадцатый стихи. Пятым стихом написано к нам с вами. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И вот написано, да, что он родился, что он смирялся, был послушан до смерти крестной, и потом Бог его превознес. И двенадцатый стих читаю. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Слава Господу! Друзья, Слово Божие нам с вами говорит, совершайте свое спасение. Двенадцатый стих, да, как? Со страхом и трепетом. Подождите, ангел сказал Иосифу, что спасет, 1 Матфея, да, 21 стих, что спасет, спасет людей своих от грехов. Неужели Христос нас не спас и не даровал спасения? Мы только сегодня об этом и говорим, да, что все, он совершил это наше спасение. Он пришел, чтобы сам Бог совершил наше спасение. Кто может это отменить? Но и нам с вами говорится, что мы-то с вами должны совершать свое спасение. Значит, в этом что-то есть, да, что он спасет людей своих, значит, нужно быть своими, потому что он не всех спасет. Он же умер-то за весь мир, но всякие верующие в него, да, а тем, которые приняли его, Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи, он дал власть быть чадами Божьи, которые не от плоти родились, а от Бога родились, слава Господу. Вот мы стали свои, вот Христос родился в нашем сердце, друзья, вот этот вот чудный свет, о чем сегодня говорилось, он в нас воссиял. Ну, другими словами, рождественская звезда взошла в сердцах наших, мы с вами родились, вот оно, да, вот оно произошло. И что? А это только начало. Это только начало, как у Христа рождение в хлеву, в этой, да, в стайке, так скажем, да, в хлеву для скота, в кормушке, было только началом, а потом был путь смирения, да, до смерти крестной. Так и у нас, друзья, вот это вот рождение свыше, это только начало. Володя говорил, я немножко углублю его мысль, да, новая жизнь, а потом добролюбово, а потом нужно делать что-то, и причем нужно это делать до какого-то конца, и Слово Божие говорит, да, для нас с вами точно так же. Вот это вот рождение, это начало, мы родились свыше, Христос родился свыше, как сегодня Яна стих рассказывала, в стайке, да, моего сердца родился Христос, и что? А это только начало, оказывается, это только начало, а теперь мне нужно идти этим путем, а теперь мне нужно, да, не просто я вот покаялся, возродился, я все, Господь меня крестил Духом Святым, друзья, так это только начало, я возродился, я только, я получил эту силу от Бога, а Бог нам дал власть быть чадами Божьими, слава Богу, не просто называться Детем Божиим, а идти этим путем, и когда Бог мне дал, знаете, вот я просто обращаю на себя внимание, вот давайте вот мы, у нас тогда иногда говорится, все, выйди покайся, и все там будет хорошо, да, хорошо будет, ты переживешь встречу с Богом, да, все, свет озарит тебя, но теперь Бог начинает в тебе производить и хотение действия по своему благоволению, а тебе нужно слушать того, что Бог тебе производит, со страхом и трепетом совершать свое спасение, которое Он для нас приобрел на Голгофском кресте, и это никто не может отменить, слава нашему Господу. Друзья, вот с этого только начинается, я смотрю на себя, да, может быть, я как раньше не хожу, там сигареты во рту, стакан там в руке, игла в вене там, да, что там еще, мат на устах и так далее, да, слава Богу, вот эта шелуха вся, она осыпалась, но оказывается, это было только начало, это вот прямо с самого начала, с октября 2001 года, как я покаялся, это все ушло и все, ну, курил я еще два с половиной месяца, а больше не смог курить, и это Бог мне дал победу, слава Господу, вся слава на сто, и сколько процентов бывает, вся слава Ему, это просто Его милость, это Он родился, Он просто, это ушло просто, оно не могло вместе быть, ну, а дальше-то что начинается? Давайте мы посмотрим, вот каждый, да, я смотрю в себя, я вот каждый день наблюдаю за собой, да, тут было время у меня подумать, в больнице лежал, вот, знаете, о моей чувствовании, а как я к своему характеру отношусь, а как я с людьми общаюсь, с женой своей, да, там, где-то там с людьми этого мира, там, а свидетельствую ли я, являю ли я сегодня, говорил, свет этот людям, Рождества, как вот я вообще живу, да, а чем я занят, куда мои глаза смотрят, что мои уши слушают, да, или я с этим миром дружу, враждую против Бога, или хочу даже просто, потому что если я хочу быть, я еще, может быть, не делаю, но просто я хочу, я становлюсь врагом Богу, по расположению к злым делам мы были врагами Богу, и вот представляете, вот что, как я живу, как я своим характером работаю, вообще, чем я занят, мои мотивы, мои цели в этой жизни сегодня, говорилось уже об этом, да, и Толя говорил сегодня, и Володя говорил, друзья, это очень важно, нам надо дальше совершать свое спасение, и Бог нам для этого дал благодать, слава Господу, я своими словами не буду зачитывать, когда Марии явился ангел, Гавриил, да, вот, что он ей сказал, что, когда она сказала вопрос, а как это будет-то, я же мужа-то не знаю, вообще, маленькая ремарочка не могу, не это, да, я считаю, что Мария и Иосиф, они вдвоем родили Иисуса Христа, представьте, Иосиф, какой герой веры, вот, смотрите, муж, жених, вернее, жених, да, вот, он узнает, что его невеста в положении, представляете, а ты как, вот так, ну, жених, тоже женихи там, ну, у нас нет, наверное, здесь, может, есть женихи, не знаю, да, вот представьте, да, он спрашивает у невесты, слушай, а как, почему у тебя живот-то растет, она, ну вот, ангел пришел, сила Всевышнего там, сошла на меня Дух Божий, представляете, а Дух это рог, вот ветер подул на меня такой сильный, ну, и вот как-то, вот, представляете, вот его вообще состояние, даже если ангел явился, насколько нужно быть героем веры, чтобы вот это принять, это просто, ну, вот, она беременная его жена, которую не прикасался, и все, ничего не скажешь, принял, я думаю, что его подвиг не меньше, чем у Марии, которая сказала, да, будет мне по слову твоему, но она сказала это, когда, когда Бог ей сказал, да, у Бога не останется бессильным никакое слово, слава Господу, мы с вами родились от этого слова, слава Господу, и это слово, оно не бессильно, и сила Божия, она в нас есть, для чего? Чтобы родившись, мы дальше шли этим путем, каким путем? А я вот и читал, да, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной, а потом радость, потом радость великая у Христа, когда он, пройдя этот путь, да, он туда, а нам нужно с вами, первое, да, это родиться, второе, это идти этим путем послушания, а в конце, что крест, я должен потерять свою вот эту вот, простите, эту стайку оставить нужно, вот это все ветхое, вот эту душу, я должен ее оставить, я должен жить небом, стремиться к небу, и вот это все мое земное, вот это вот, я должен умерщвлять, иначе я в небо не попаду, и у нас все для этого есть, слава Господу! В завершении своими словами, одно место это Колоссянам 1, 27, конец стиха написано, Христос в вас, упование славы, Христос, Он в нас, почему Он в нас? Он родился в нас, через Слово Свое, сила Духа Святого нас осенила, и вот мы родились от Бога, слава Господу, все, Рождество произошло, друзья, и если мы будем пользоваться этой властью Духа Святого, вот этой силой Всевышнего, то мы сможем дать Богу произвести в нас то, что Он в нас начинает производить, и от нас требуется согласие, наш выбор, нам нужно согласиться, то, что Бог во мне хочет произвести, слава Богу! А для этого приходят обстоятельства, приходят люди, с которыми я должен научиться как-то, ну не знаю, общаться, да, они не такие, как я, в церкви не все хорошие, знаете, бывает обольщение такое, приходит человек в церковь и думает, тут все идеальные, а приходят в церковь, а тут кто? Да одни больные, потому что не здоровые имеют нужду врачи, а больные, и вот всех Бог собрал сюда, всех у таких, у меня свои, у другого свои, а у третьего вообще там не знаешь кто, да, и что там происходит, один 40 лет верующий, а другой только пришел, у него еще только-только шелуха отпал, он курить бросил, а может еще и не бросил, да, до конца, и вот мы тут встречаемся, и вот тут-то начинается процесс, надо покрывать, надо любить, надо вмещать, как Христос нас принял, и в эту кромешную тьму пришел истинный свет, воссиял, слава Богу, друзья, слово его, оно в нас, мы рождены от него, это живое слово, вот это вот упование славы, оно в нас, нужно надеяться на Бога и доверяться ему, друзья, мне хотелось бы сейчас спросить, может быть кто-то есть на этом месте, кто-то в первый раз пришел, может там десятый, может там двухсотый, но кто вот понимает, что необходимо, чтобы Христос родился, что у него есть какие-то моменты, вот у него идет эта борьба, да, и надо открыть сердце, а не получается, это первый шаг смирения, Христос уничижил себя, придив образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставка в человек, нужно родиться, а для этого нужно смириться и выйти, несмотря на этот стыд, обозначиться и призвать Иисуса в свое сердце, а потом начинается путь, но без начала не бывает пути, да, это начало нужно совершить, если есть кто на этом месте хотел бы покаяться, прошу поднимите руки, мы будем за вас молиться, есть? Нету, если может быть кто-то сегодня, если кто-то сегодня, может быть хочет, не знаю, понимая, да, что где-то вот эта вот цепочка порвана, да, где-то вот это произошло, и свет воссиял, и Бог производит, но человек видит, что у него есть, да, и он находится в этом каком-то, ну, не знаю, падении, отступлении, сошел с этого пути где-то там, не знаю, хромлющее там и так далее, если есть такие, кто хотел бы также покаяться и помолиться, чтобы сила Всевышнего дала ему эту способность, эту власть использовать, быть детьми Божьими, идти дальше, есть такие, кто помолиться хочет? Будем благодарить Бога, славить Бога и просить Его, чтобы Бог давал нам эту силу и благодать, идти этим путем до того момента, когда мы встретимся с Ним, получим новые тела, слава Богу, будем молиться.